Именно многочисленный коллектив АЦБК создает сегодня славу комбината и ставит перед собой новые цели. О том, что в планах, в материале Владлены Романовой. АЦБК. Сегодня эту аббревиатуру знают во всем мире. Предприятие устойчиво стоит на ногах, имеет совершенную производственную базу, у руля профессиональный менеджмент. Это одно из ведущих отечественных и европейских лесохимических предприятий. Крупнейший производитель тарного картона и один из лидеров по производству целлюлозы в России. А в его знаменитых зеленых тетрадках пишут миллионы школьников и студентов. Архангельский ЦБК входит в топ-5 бюджета образующих предприятий по результатам 2017 года. В бюджет всех уровней будет перечислено больше 2 миллиардов 150 миллионов рублей. То есть в данном случае мы можем сказать, что и федеральный бюджет, и областной бюджет, и городской бюджет, конечно же, получает достаточно средств для того, чтобы развивать свои социальные направления. И таких направлений, участие в которых принимает Архангельский ЦБК, множество. Комбинат стал инициатором, организатором, партнером различных проектов по благоустройству Новодвинска и давно уже вышел за границы города Бумажников. Когда предприниматель выделяет собственные средства на развитие городских проектов, они впрямую не дают ему никакого эффекта. Это не закупка оборудования более высокопроизводительного, которое завтра принесет дополнительные деньги. Это, по сути, поставил памятник, сделал сквер, вложился в пешеходную улицу, вложился в спортзал. Сегодня на Архангельском ЦБК реализуется проект по реконструкции производства картона. Во второй половине следующего года будет запущена обновленная картоноделательная машина, а это около 30% плюсом по готовой продукции – экологический и экономический эффект. Такого же эффекта ожидают и от новой выпарной станции, которая начнет работать в июне 2019-го. Приказом Российского министерства промышленности и торговли инвестпроект включен в перечень приоритетных. Это оборудование не имеет аналогов в России. Станция будет упаривать, а затем сжигать химический раствор, который на комбинате использует при варке целлюлозы. Мы планируем, опять же, в расчетно до 50% снизить водопотребление. До 65% мы снизим выбросы в атмосферный воздух, поскольку планируется установка трех жаротрубных котлов, которые будут предназначены для сжигания тех дурнопахтающих газов. Инвестиции в цех окупятся через 11 лет. Стоимость проекта – 6,5 миллиардов рублей. Подрядчик уже завершил монтаж металлоконструкций. Испытания в ипорной станции планируют начать в январе 2019-го. Продлятся они полгода. Испытания действительно очень длительные, гидравлические испытания. То есть вся система будет заполняться водой, это будет все под давлением испытываться, несколько контуров будут испытываться отдельно. Архангельский ЦБК не остается в стороне от воспитания подрастающего поколения. К примеру, на чемпионате лесоруб 21 века комбинация вместо с группой компании «Титан» разработали целую программу для студентов. Возникла такая идея, что мы должны, на самом деле, ребят с самого раннего возраста уже показать, что такое лесопромышленный комплекс, показать, кто мы, что мы. А как это можно сделать? То есть, понятно, мы проводим агитационную работу, работаем с университетами, но ведь нужна живая практика, нужна живая практика, чтобы дети приехали, увидели вот все вот это и понимали, что это не какой-то прошлый век, что эта отрасль развивается, что это новые технологии. На комбинате постоянно индексируется зарплата. До конца этого года ЦБК инвестирует более 4,5 миллионов рублей в программу обеспечения молодых семей жильем. Сертификаты на улучшение жилищных условий в этом году уже получили 23 семьи работников комбината. Владлена Романова, Алексей Шемякин, Регион 29.